Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Другая жизнь с Марина Кью. Меня зовут Марина и у меня ежедневный влоговый канал о нашей жизни в Америке. В видео сегодня будем готовиться встречать мою свекровь-американку. Моя свекровь, ей 76 лет, живет она в штате Аризона и прилетает к нам лишь два раза в год, буквально на недельку в гости. Мы проживаем с мужем и с детьми в штате Канзас. Если такой формат вам интересен, присоединяйтесь. В видео сегодня наводим порядки, ведь у моей свекрови есть определенные требования. Будем готовить вместе морковный торт. Именно этот торт является одним из любимых моей свекровью. В общем, как и полагается, хорошие невестки будем встречать маму-мужа в гостях. Если такой формат вам интересен, присоединяйтесь. Моя свекровь американка уже в пятом или шестом поколении, но предки у нее есть и в Германии, и в Шотландии, и даже в Ирландии. Но, тем не менее, она уже была рождена в Америке, уже не первым поколением, поэтому, да, она уже себя считает, скажем так, коренной, настоящей американкой. Какие у нее требования, когда она приезжает к нам в гости? Никаких. Самое главное, чтобы она не доставляла нам беспокойства. Я же приготовила комнату, в которой она отдыхает, когда к нам приезжает. В этот раз она к нам прилетит одна. Время от времени она прилетает со своим мужем, в котором они счастливы в браке уже больше 50 лет. Он является моим свекром и отцом моего мужа. Вот только он путешествовать любит не очень сильно. Плюс по возрасту, да, ему 78 лет, и ему уже это несколько тяжеловато. Линда же всегда была более активным в этом именно направлении. Она всегда путешествовала, путешествует и сейчас, в то время, пока муж остается дома, присматривает за собачками, да, за животными. А она путешествует в ее семье, в их семье, в их отношениях. Это обычно было нормой. Итак, я уже приготовила для нее нашу гостевую ванну. Все уже убрано, сложено, все развешено. Детвора что-то там баловались, баловались полотенцами. Ладно, потом поправлю. И вот, в принципе, это наша гостевая комната. Здесь у нас, как правило, когда приезжают мальчики мужа, это всегда их комната. Но когда у нас гости, точно так же эту комнату мы предоставляем им. Тоже здесь уже все убрано, все чистенько, все аккуратно. И белье все перестирано. Я не знаю, какую кровать выберет Линда в этот раз. Я не помню, когда она к нам приезжала в последний раз, какую кровать она выбрала. Поэтому готовы обе кровати. Моя свекровь на данный момент недавно прошла третий курс химиотерапии. И мы все с вами знаем, что химиотерапия, она убивает не только все плохое, но и все хорошее. Поэтому, разумеется, у нее есть особые пожелания в плане еды. Ей уже тяжело кушать некоторые продукты. К примеру, скажем, то же мясо, тот же, например, шашлык, ей уже просто тяжело воспринимается у нее организмом. Поэтому, да, у нее существует определенная, скажем так, диета. Но опять, да, она сказала, ничего особенного для нее не готовить. Она кушает очень мало. При необходимости она все сама сделает самостоятельно. Но мы готовим с ней для вас новое видео. Она меня поддерживает, кстати, в моем блогерстве. Мы делали уже с ней несколько раз видео, как и кулинарные, да, где она делилась какими-то своими блюдами очень быстрыми и легкими в приготовлении. Кстати, я их готовлю для моей семьи и сейчас. Если вдруг интересно, тоже оставлю вам ссылочку на это наше с ней видео. Такой легкий, быстрый вариант сладкого завтрака. Вы все знаете, да, что американцы очень часто любят на завтрак побаловать себя чем-то сладким. Вот теперь мы время от времени делаем определенный завтрак именно по ее рецепту. Попробуйте очень легко, быстро и вкусно. А в этот раз она сказала, что приготовит хлеб в мультиварке на пивной закваске. Тоже рецепт в их семье. Посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Я еще по такому рецепту хлеб никогда не делала. И я всегда готова к новым интересным рецептам. Стоит попробовать, почему нет. Как считаете? Меня как-то спрашивали, называю ли я маму мужа мамой. Нет, не называю. Кстати, в среде американцев это не особо распространено. Я ее всегда называю по имени. Просто Линда. Следующий вопрос, который я от вас получала. Как моя свекровь приняла меня в качестве невестки, узнав, что я иностранка? На моем канале уже есть наше с ней совместное видео, где она отвечала не только на этот вопрос, но и на многие другие вопросы. Моя самая любимая история о том, как она познакомилась со своим мужем и как они смогли пронести это чувство любви и уважения друг к другу на протяжении всех этих лет. И я надеюсь, что это видео будет вам очень-очень интересно. Точно так же в описании под этим видео оставлю вам ссылочку. Я бы могла, разумеется, обо всем этом рассказать самостоятельно, но поверьте мне, посмотрев это видео, вы получите именно те эмоции, которые я бы хотела, чтобы вы получили, прослушав ее историю. Никто не расскажет эту историю лучше, чем моя свекровь. Также получала вопрос, планируем ли мы досматривать родителей моего мужа. Этот вопрос в нашей семье обсуждался уже несколько раз. Родители знают, что мы готовы их досмотреть в случае необходимости. Проблема только лишь заключается в том, что они не хотят покидать штат Аризона. У них там есть свои друзья, привычный образ жизни, тот дом, который они любят. И на тот момент, когда они решат, что да, поддерживать больше порядок в доме, организацию, скажем так, им тяжело, все-таки мы понимаем, что дом требует особых усилий. И в тот момент, когда они решат, что да, им тяжело, они обдумывают тот вариант, чтобы переехать поближе к нам. Они не готовы жить вместе с нами. Моя свекровь так и озвучивает, что она настолько самостоятельная личность, она привыкла уже жить отдельно, что жить в доме с кем-то она уже просто не сможет, но она готова жить поближе к нам. Поэтому этот вопрос обсуждается, но решения у нас на данный момент пока еще нет. Все, допиваю мой кофе и начинаем готовить вместе с вами морковный торт. Обалденно вкусный, классный. Кстати, очень легко и быстро готовится. У меня все домашние уже оценили. Я вам обещала рецепт, поэтому сегодня предлагаю приготовить морковный торт вместе. Сейчас я вам озвучу все ингредиенты, которые мне понадобятся для приготовления морковного торта. И, разумеется, для вашего удобства также оставлю в описании под этим видео. Ингредиентов нам понадобится немало, чего уж там. Итак, нам нужно будет 300 грамм вот такого вот коричневого сахара. 100 грамм обычного сахара. 240 миллилитров масла. Забыла принести масло. Вот, вот масло, разумеется, без запаха, да? Дальше нам потребуется 4 больших яйца, 130 грамм вот такого не сладкого яблочного соуса. Затем 1 чайная ложка ванильного экстракта. Затем 310 грамм у нас муки. У меня самая обычная мука. Затем нам понадобится 2 чайные ложки разрыхлителя. Одна чайная ложка соды. Одна половинка чайной ложки соли. Затем полторы чайных ложки цинамон. Цинамон. Вот, корица. Уже настолько привыкла, как приправы звучат на английском языке, что забываю, да? Вот. То есть нам понадобится полторы чайных ложки корицы. Одна чайная ложка имбиря. Вот он у нас такой сухой, видите, имбирь. Одна четвертая чайной ложки измельченного мускатного ореха. Вот он в американской версии. И также одна четвертая чайной ложки гвоздики. Вот гвоздики. Тоже, разумеется, измельченный. И затем основное составляющее – это наша морковь. Вот. Я ее буду сейчас на комбайне измельчать быстро. И нам понадобится 2 большие чашки. Либо это 260 грамм. Что приблизительно является 4 большим морковкам. Посмотрим. Посмотрим. Сейчас приготовлю все необходимые ингредиенты. Смешаю и покажу, что мы делаем дальше. Ингредиенты, которые нам понадобятся для крема, я покажу и озвучу немножечко позже. Ну, а в описании, напомню, да? Будет все необходимые, все пропорции. Я решила вас не утомлять и не показывать весь процесс приготовления. На самом деле мы просто смешали все жидкие ингредиенты. Здесь у меня сахар, подсолнечное масло, яйца и несладкий яблочный соус. Плюс ванилька и все. Просто смешались. А здесь у нас все сухие ингредиенты, которые я перечисляла раньше. Мука, сода и разрыхлитель. Плюс все вот эти вот приправки. Теперь мы это все здесь, мы сухие ингредиенты сейчас перемешаем и соединим с нашей жидкой массой. И затем вот добавим, добавим нашу уже протертую тоже на комбайне легко и быстро морковь. Можно вводить частями, но я должна признаться честно, я такой себе ленивый. Я такой ленивый повар, я стараюсь все делать побыстрее. При этом у меня все равно получается все вкусно. Также рекомендуют эту смесь выпекать двумя коржами. И затем каждый из них разрезать. То есть, чтобы у нас получилось с вами 4 коржа. Опять, да, я ленивый повар, поэтому я выпекала один и разрезала его на необходимое количество коржей. Разумеется, у меня он в духовке стоял дольше пороженного срока, но он все равно получился очень нежным, очень воздушным. Таким, я даже не знаю, влажным каким-то. В общем, очень-очень замечательным. Вот такая масса у нас с вами получилась. И теперь нам нужно 2 большие чашки. Вот это по американским меркам считается чашкой. И нам понадобится вот или 2 чашки таких, или 260 грамм. Я, наверное, добавлю еще немножко, потому что я его, видите, как не утрамбовывала, скажем так. Оно такое воздушное. Нужно было бы, конечно, отмерить для достоверности, но ладно уже. Вот, а здесь, что осталось, я его с сахаром себе смешаю и будет у меня на ланч. Я вот не удержалась, только что взвесила, сколько у меня здесь. Здесь у меня получилось 97 грамм. Поэтому я думаю, что здесь как раз вот те 260 грамм, учитывая, что я сделала, да, я добавила еще одну. Думаю, как раз вот здесь и есть те самые 260 грамм согласно рецепту. Видите, на глаз, все на глаз. Готовить я буду вот в такой форме разъемной. Сейчас только, разумеется, подготовлю, смажу. Духовка у нас на 350 градусов, то есть это примерно где-то 190. Сейчас проверю. Вот у меня здесь есть такая табличка, это 180. То есть вот на 180 градусов духовку или на 350, да, если у вас в Фаренгейтах. И на 30-35 минут, но это если мы разделяем на 2 коржа. Ну, так как я буду делать только один корж, нам понадобится где-то час. Вот где-то последний раз он у меня именно час и стоял в духовке. Нужно будет только ее проверять зубочисткой корж, чтобы он был готов. Ну, а если вы не из ленивых, как я, тогда можно разделить, конечно, на 2 части. Пока моя духовка будет разогреваться, старт. Вот я наведу здесь порядок, да, поскладываю все на места, помою то, что уже здесь я напакостничала. А напакостничала я вообще немало. Видите, у нас здесь все стоит сейчас на столе. Я вчера обнаружила, у нас здесь такая вот неприятность случилась. В общем, у нас здесь случилась такая маленькая неприятность. Я не заметила, у нас здесь продолжительное время стояла вода. Немножечко, скажем так, оно капало, но я не заметила, не заметила. И когда это увидела, уже, конечно, поубирала. Видите, уже было все поздно. Сказала Чеду, он здесь все подкрутил. Но вот такая вот у нас неприятность, конечно же, случилась. Стояла, то есть мы должны были убедиться, да, что все-таки ничего не капает. Все, ничего не капает. Теперь буду я все это возвращать на место. Но жалко, конечно, обидно. Вот так не досмотрела и вот такую каку сделала в доме. Ну, ничего, да, уже что сделано, что сделано. Главное, вовремя. Итак, наведу порядки, приведу себя в порядок. Поставлю в духовку мой морковный торт и выхожу к вам в прямой эфир. 11.50. Самое время мне отправить. Фух, забыла достать. Отлично. Так, исправили, да, исправили. Сейчас вот мы поставим, поставим, закроем. И я готова выйти к вам в прямой эфир, да. Напомню, что видео вы смотрите сейчас в записи. Прямой эфир у меня будет 23 апреля. То есть для вас уже был, для меня только лишь будет через 4 минуты. Боженьки, у меня 4 минуты, не успеваю. Да, я стараюсь проводить прямые эфиры один раз в месяц по вторникам. Заранее я делаю пост, когда я планирую выйти в прямой эфир. После прямого эфира я уже вам покажу, что с моим тортиком. Затем, когда тортик остынет, мы его с вами разрежем, приготовим крем и, собственно, все поставим в холодильник и будем ждать свекровь. Так, пока я побежала, побежала 3 минуты до эфира. Вот торт уже готов. Начала я разрезать на коржи и готовлю крем. Для крема нам понадобится, я беру вот такие вот сливки. Я их называю сливкинг, да, это виппинг крем здесь в Америке. Также 2 упаковки вот такого вот крем-чиза. Я беру здесь в каждой упаковке у нас 450 грамм. И сахарная пудра. Мне потребуется где-то 130-150 грамм сахарной пудры. Думаю, процесс приготовления вы знаете. Все смешали и, собственно, готово. Вот, крем готов. Теперь осталась самая главная, основная работа. Просто собрать корж и отправить его уже в холодильник. Хочу заметить, да, что коржи получаются довольно-таки влажными и не требуют дополнительного увлажнения. К примеру, когда я делаю торт кучерявый пинчер, я всегда увлажняю дополнительно, потому что иначе он получается немного суховат для меня лично. Здесь же просто идеальные пропорции. Осталось лишь смазать кремом, украсить и на этом все. Что ж, наконец, торт готов. Самое интересное, разумеется, у нас теперь происходит на кухне. После того, как все сделано и приготовлено, теперь это все нужно перемыть. И делать мы это будем как раз вот пока готовится наш ужин. Хлебные палочки. И еще сделаю мясные тефтельки в томатной заливке. Ну что ж, время с вами мне попрощаться. Видео получилось довольно-таки затянутым. В любом случае, надеюсь, что видео было вам интересно, подарило хорошие эмоции и улыбку. На сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо всем за лайки и за комментарии, поддержку моего канала Другая жизнь с Марина Кью. А мы увидимся с вами уже в следующем видео. Пока-пока. 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 Oh, I'm ready. I've got my nails done. I'm all ready. Yes, and I make for you cake. But now, of course, my kitchen looks very-very dirty. That's okay. I'll feel right at home there. Yes, and it's your cake. Oh, good. Yes, so we kind of ready. I meant to call this morning, darn it, and I forgot. I was going to call the kids, and I was going to ask Nikita. Nikita, when am I coming to see you? Tell me.